Всем огромный привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня будет видео про пустые баночки хозяйки. Вот так вот. Пару месяцев я не снимала это видео, поэтому баночек накопилось очень даже много. У меня сегодня такой домашний день. Я убираюсь, стираю, готовлю, хозяйскими делами занимаюсь. Ну и как раз можно снять видео такого плана. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Первое, что хочу вам показать, это мои незаменимые друзья во время уборки нашей квартиры. Это различные влажные салфетки. Да-да-да. Я очень люблю ими протирать поверхности, люблю вытирать ими стол, столешницу, конечно же, на кухне после того, как готовлю мясо или птицу. В таких случаях, конечно, стараюсь использовать антибактериальные, допустим, аура вот такие вот. Они мне очень нравятся. Они, в принципе, всегда есть у меня в арсенале. Здесь 72 штуки. Они плотные, хорошо пропитанные. Естественно, расход у них большой. И такая большая упаковка, это хороший бонус. Также в фикс прайс беру периодически вот такие вот КТ. Они тоже замечательные. Здесь уже, по-моему, да, 50 штук гипоаллергенно. И также они антибактериальные, что очень хорошо. И что, кстати, можно использовать, знаете, вот едете, если в супермаркет, допустим, или в магазин какой-то, можно протирать там ручки тележек или ручки всяких там, ну, корзинок, да. Всё, что угодно. Также, конечно, можно руки протирать ребёнку или даже себе. Очень удобно и практично. И также попробовала недавно Аура. Это влажные детские вот такие вот санкетки. Здесь 120 штук. Они не антибактериальные, но у меня есть различные антибактериальные гели. Типа Детол, там, Bath & Body Works. Такие, да, ну, разные. Тоже хороший расходный материал. Они мне понравились. Для детей такие не использую. Боюсь, что будет какая-нибудь реакция. Больше доверяю памперс, конечно. Ну, а для уборки или вот как расходный такой материал, какой-то очень даже здорово. С экстрактом Алоэ и витамином Е. Заявлено, что они гипоаллергенные, но я не проверяла. Перейдём к стирке. Закончились у меня два вот таких вот потрясающих кондиционера для белья. Я так понимаю, они корейские или японские. Суть не в этом. Называются они Bonsai. Это мультикапсульный кондиционер. Утро на Фудзи и Сакура в Киото. Здесь по 800 мл. Такая майонезная упаковка. Я сразу на неё обратила внимание. Уже рассказывала про них. Мне очень нравятся их ароматы. Мне нравится бельё после стирки с этим кондиционером. Потому что оно какое-то более мягкое, что ли, более приятное на ощупь. Даю им 5 баллов абсолютно точно. В глобусе часто они бывают по скидкам. Буквально там 70-80 рублей. Хватает надолго. Они не жидкие. Ну, как они жидкие, конечно, это же кондиционер. В плане они погуще, чем Вернель и Ленор. Стараюсь сейчас брать их. Я не знаю, насколько они действительно японские или корейские. Опять же, мне нравится результат. И учитывая, что это бюджетная такая покупка, вообще супер. Молодцы. Буду брать ещё обязательно. И вам тоже советую. Также, конечно, для стирки Вернель у нас закончился. Это цветущий миндаль. Вернель приятный такой аромат. Ненавязчивый. Еле уловимый на белье. Один литр был. Ну, говорить много не надо. Вернель достойный, в принципе, кондиционер. И всё, что уже там ниже качеством, я не покупаю. Ну, не хочу рисковать. Дальше, вот такой вот Ленор закончился. Это их платиновая серия. Или как она там называется? Лакжири, может быть. Свежесть 7 раз дольше. 26 стирок. Я не считаю, естественно. Золотая орхидея. Супер концентрат. И здесь 930 мл. Я не экономлю, даже если написано супер концентрат. На мой взгляд, они все одинаковые, честное слово. Вот если вот этот бонзай, он да, видно, что это концентрат, то вот по этим они жидкие, абсолютно обычные. Ну, придают какой-то определённый аромат. Еле уловимый, опять же таки. Но вот супер концентрат, мне кажется, это просто такой пиар-ход какой-то, маркетинговый ход. Вот и всё. Так, вроде бы ещё было что-то. Ну, ладно. Вот такой жидкий порошок я попробовала. Лоск. Color. Да, это тоже концентрат. 20 стирок. Якобы как 3 килограмма сухого порошка. Он неплохой. Он хорошо отстирывает бельё. Мне не нравится аромат. Аромат слишком насыщенный. Я не хочу больше это повторять. Либо это можно использовать для каких-то таких стирок, типа, ну, знаете, там тряпки, пол которыми моете, либо тряпки для уборки, которые многоразовые. То есть, да, в быту, в принципе, пригодится. Но вот одежду стирать я им больше не хочу. Мне не особо понравилось. Поэтому, не знаю, ну, вряд ли я буду, конечно, ещё покупать. И также вот такой вот лоск у меня закончился. Мне его советовали попробовать. Опять же, тут аромат ещё хуже, чем у жидкого. Расход маленький, и поэтому я уже добивала, как могла. Не хотелось его прям выбрасывать. Аллергии, естественно, никакой не было. Хорошо он отстирывает. Отстирывает нормально. Но он сенситив, кстати, типа, для детского белья. Нет, я не использовала это для детского белья однозначно. Даже для своего не использовала. Автомат 4,5 килограмма, 30 стирок, якобы нежность ромашки. Ну, не знаю, вот кто-то хвалит. Наверное, на вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Я не довольна им. Хоть он и отстирывает, но всё же, знаете, по 10 раз полоскать что-то там, в машинке тратить воду, энергию, как бы своё время тоже не хочется. Поэтому советовать я его не хочу. Есть более приятные какие-то средства для стирки белья. Как, например, вот такой вот гель котика. Очень мне понравился. Покупала в... Недавно совсем покупала где же... А, в Азбука Маркет. Стало мне интересно просто попробовать, как будет отстирывать. Это гипоаллергенное средство без всякой гадости. Тут заявлено, да? Система ферментативного удаления пятен предотвращает перенос красителей, не содержит фосфатов и биоразлагаемый. То есть от 30 до 90 градусов спокойно справляется. Странно. А если другая температура... Вообще другая температура есть в стиральных машинках? Я не знаю. Хороший очень гель, экономный. Нужно, ну, колпачком просто измерять и всё будет хорошо. Отстирывает одежду отлично. Детскую тем более, там, да, если какие-то пятна есть. От сока или от фруктов, или ещё от чего-то. Я им довольна. Я приятно удивлена. Он мне понравился. Я думаю, что я буду брать ещё. Считаю, что можно использовать абсолютно спокойно на детских вещах. Поэтому даже нашему малышочку тоже можно стирать вещи именно вот таким вот гелем. Я им довольна. Так, что у нас тут ещё? Вот такая зона для стиральной машинки закончилась. Это просто, как бы, очистка такая идёт от накипи. Это самое обычное средство, мне кажется. Даже самое дешёвое. Периодически делаю такие вещи то в посудомоечную машинку, то в стиральную машинку. Думаю, это полезно. По крайней мере, хочется в это верить. И вот ошмётков каких-то я не видела. Но я делаю это постоянно, можно сказать. Насколько это возможно, конечно. Не считаю, что у нас машинки какие-то грязные. Но для профилактики всегда есть у нас что-то вот такое. Поэтому, не знаю. Кстати, расскажите, а вы чем пользуетесь? Знаю, что кто-то пользуется лимонной кислотой. Кто-то доместас наливает. Кто-то ещё что-то. Уксус, по-моему, наливает. Я всё-таки как-то больше люблю вот такие вот средства специализированные. Но всё же делитесь своим опытом, делитесь своими советами в комментариях. Может что-то интересное для себя тоже узнаю. Так, со стиркой... А, нет, со стиркой не всё. Ваниш, конечно же, закончился. Кристальная белизна. В основном стираем и халат серёжин хирургический. Ну и также там постельное бельё белоснежное. Которое... Ну, все белоснежные вещи, логично, да. Он даже придаёт какую-то синеву, что ли, или как-то голубизну. Приятный такой оттенок ткани. Я им очень довольна. Считаю, что это отличный пятновыводитель. И он хорошо прям именно отбеливает белые вещи. Они прям становятся, знаете, такого благородного белого цвета. И сколько здесь у нас? 450 мл. Используется он очень экономно. Поэтому советую тоже попробовать. Не знаю, мне нравится именно ваниш. И мне нравится именно он в гелевой вот такой вот форме. Порошки обычно я не беру. Так, чистин сток. Две вот такие вот бутылки у нас закончились. Тоже периодически трубы прочищаем. Мне кажется, такая фирма есть в Fixed Price. Я не уверена. Можете тоже сказать, есть или нет. Вроде что-то девчонки говорили. Мы покупаем в Глобусе. Это очень бюджетный вариант. Здесь сколько тут у нас? 500 мл. Ну, литр у нас ушел, да? Они такие грязные. Прошу прощения. Уже давно баночки лежат. Претензий нет. Очищает хорошо. Запах убивает. И вода, естественно, хорошо в слив уходит. Все замечательно. Ну, и, конечно, экономим деньги хорошо. Дальше сив закончился. Я им чищу обычно раковину на кухне только. Он у меня стоит на кухне. Также лимонный мне нравится. Вот этот понравился. Тоже аромат приятный. Мне нравится, что есть такие, как, знаете, бьюти-блогер, скрабирующие частички. Лучше очищает, конечно, раковина. Она у нас шершавая такая. Поэтому это только плюс для очистки. 500 мл. Очень мне нравится. Пользуюсь этими средствами. Ну, именно сив, да? Уже достаточно давно. И ни разу меня не подводили. Очень они мне нравятся. 100% удаляет грязь. Ну, да. Я думаю, что да. Также комнат любимый закончился с лимоном. Аромат лимона. Чищу им лотки. Чищу ванну периодически. Ну, когда что-то хочется почистить вдруг там, да. Естественно, сейчас я уборкой практически не занимаюсь. Я могу там засыпать просто быстро и убежать. В основном этим занимается либо клининговая компания, либо Серёжа там, если лоток коту нужно помыть или почистить что-то. Поэтому тоже расходный вариант замечательный. И это бюджетное средство. Поэтому его, в принципе, никто не жалеет. Доместес, конечно, каждый день использовать получается достаточно так... Дороговато. Он, конечно, не намного дороже этого комнаты. Но всё равно, если можно сэкономить, то почему бы и нет. Ну и, кстати, о Доместесе, конечно, закончилась вот такая вот бутылка большая. Здесь сколько у нас? Вот их самая большая бутылка. Я не знаю. И скажите мне, в чём разница между цветами этих бутылок? Ну вот взяла я золотую, потому что мне просто цвет понравился. Здесь у них новый носик сейчас. Видите, он как бы на сито похож, в общем. Стройный дозатор. Убивает все известные микробы, очищает блестящее. Ультраблеск. Хорошее средство всегда должно быть как бы в ванне любого человека, мне кажется. Унитаз помыть, ванну помыть, раковину тоже помыть, продезинфицировать. Кто-то добавляет в тазик, когда там полы моют, да. Кто-то даже протирает поверхности с ним, ну, разводит, естественно, в воде. Поэтому средство универсальное, убивает микробов. И да, всегда есть у нас доместус, ну, либо коммот, смотря что по акции продаются в глобусе. Полироль Пронто. Всегда её покупаю. Аромат не самый приятный, но мне нравится эффект, конечно. То, что мебель блестит, дольше не видно пыль на мебели. И, ну, что ещё нужно от полироля? Не знаю даже, сколько у нас тут. 250 миллилитров, очень маленький расход, потому что воска в нём много. И нужно аккуратненько, конечно, всё это распылять. Желательно делать это, когда дома никого нет и когда можно открыть все окна. Так как, если, допустим, всю мебель, да, протирать, то аромат будет ого-го. Нужно будет срочно проветривать. Но само средство по себе очень хорошее, я им пользуюсь, покупаю. И всем тоже советую. Дальше вот такие вот у нас полоски. Стикер для очищения унитаза от доместаса. Свежая чистит, предотвращает образование известкового налёта. Здесь три стикера. 450 смываний якобы. Это ваниль, по-моему. Тропическая свежесть. Ну, аромата вообще я не чувствовала. Так, то, что там, ну, да, как бы пены немного есть. Наверное, это всё-таки баловство. Это какое-то самовнушение. Но периодически покупаете штуки и баловы наш унитаз. Имя. На кухне у нас закончилось вот такое вот жидкое мыло для мытья посуды. Гель для мытья посуды, наверное, называется. Да, натурал пункт, апельсин и грейпфрут. Чьё это интересно у нас производство? Корея. Мне очень понравилось. Во-первых, мне нравится эта помпа. С ней очень удобно мыть посуду. И она широкая. То есть, да, губку подносите. Хоп-хоп, одной рукой. Всё удобно, чисто, красиво. Очень маленький расход, что тоже мне понравилось. Я довольна. Буду ещё покупать. Мне кажется, есть ещё зелёный флакончик. Такой, не знаю, какой аромат. Ну, скорее всего, яблоко, наверное, или там лайм какой-нибудь. 99% чего-то он убивает. Или 99% не знаю, чего делает. Но, что мне понравилось ещё, что можно мыть детскую посуду. И можно мыть этим средством также овощи и фрукты. Ну, не надрайвить, конечно, чтобы они пропитались этой пеной. А это делается всё очень быстро. За считанные секунды. Раз. И помыли, да? Вот. Попробуйте, если увидите. Мне кажется, вам тоже понравится. Мне нравится. Буду покупать ещё. Сейчас такой вот фаберлик. Да, использую концентрат, который, ой, не заканчивается никогда. И буду искать снова это средство. Далее. Эко-бриз спрей. Это дезинфицирующий антибактериальный спрей. Он убивает всё на своём пути. То есть, разлагает и убивает. Там, в плане даже плесень можно им убрать. Я им не убирала плесень, но знаю, что да. В мед всяких учреждениях им пользуются. Мне нравится. Частенько добавляю в воду, когда полы нужно мыть. Чтобы, особенно в прихожей, да, протирать. Чтобы всё убить на повал. Так же, как и Доместес. И тут удобно, что есть пульверизатор. И можно просто побрызгать даже пол в прихожей там, да, или в холле. И забыть. Он достаточно быстро сохнет. Единственный аромат убийственный. И лично мне сейчас не нужно им дышать. И нельзя даже, наверное. Ну, и детям тоже. Ну, если у вас кто-то убирается там, да, или, ну, если вы не беременная, то очень даже советую. Классная штука, очень крутая. Ещё хорошо такие вещи на даче держать, конечно же. Там, ну, в деревне где-то. Где сельское хозяйство какое-нибудь есть. Незаменимый помощник. Так, ну и из еды всё. Вроде бы у меня всё закончилось. Из еды покажу вам. Во-первых, сайхёрп орза закончилась. Это такая паста. Сделана она из муки цельнозерновая. Ну да, цельнозерновая, которая очень вкусно, очень мне понравилась. Я безумно рада, что я нашла орза и теперь могу хоть как-то, да, заказывать, покупать. Обожаю. Если вы ещё не пробовали и не видели видео о покупках с сайта iHerb, обязательно посмотрите. Это очень-очень вкусно. Все любители пасты, макарон, да, оценят. Я уверена. И также тоже с iHerb закончились вот такие вот конфетки. Клубника в тёмном шоколаде. Безумно вкусно. Ой, как же мне это понравилось. Я хочу ещё. Когда делала заказ, в последний раз не было клубники. Но думаю, в следующий раз ещё раз попробую заказать. Потому что очень вкусно. 70% какао. Настоящая прям клубника. Сочетание потрясающее. Нам понравилось. И вам тоже очень советуем, конечно, попробовать. Всё. На этом пускай баночки хозяйки заканчиваются. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.